Прежде чем мы перейдем к просмотру фильма, на сцену, для его представления приглашается дистрибьютор фильма в России Мария Вокт. Под ваши аплодисменты! Всем добрый вечер! И я очень рада представлять эту картину здесь, на такой холодной территории. И вы знаете, я выросла в другом холодном регионе, это регион Якутия, республика Сахар. И для меня сегодня какие-то такие очень приятные чувства. Вот я еще не видела город, но по дороге из аэропорта сюда в центр города у меня какая-то ностальгия пробила, потому что действительно так далеко от центра России жить, развиваться, просвещаться. И мне кажется, что для всех гостей, которые приехали сюда, на самом деле это такой обоюдный обмен, культурный обмен, потому что мы привезли сюда фильмы, которые хотим представить вам, а вы нам покажете такой невероятный, уникальный регион. Так что я в предвкушении. И надеюсь, что вы также в предвкушении предстоящего фильма. После у нас будет обсуждение, может быть, я расскажу чуть больше о нем. Пока хочу сказать, что я немножко вам завидую, что вы увидите его в первый раз. Я очень люблю эту картину. Мы много сделали для того, чтобы она дошла до зрителя. И обратите внимание, что на самом деле самое удивительное, что эту зимнюю прекрасную картину снял режиссер из Бразилии. Так что приятного вам просмотра. Спасибо, что посмотрели этот фильм. Если у вас есть вопросы, мы просим вас поднять руку. Нам будут помогать волонтеры фестиваля. Они будут подходить к вам, давать микрофон. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в микрофон. И я рад пригласить сюда дистрибьютора картины Марию Вогт. Мария, большое спасибо, что приехали к нам. Спасибо, что пригласили. Еще раз добрый вечер. Сейчас настрою немножко микрофон. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, я бы хотела поподробнее представиться и рассказать о своем участии в жизни и судьбе этого фильма. Я российский дистрибьютор этого фильма. Это значит, что два года назад я приехала на Берлинский кинофестиваль, кинорынок. Перед этим прочитала сценарий. И наряду, как и другие компании, участвовала в закупке. И мне удалось разглядеть эту жемчужину и приобрести права на демонстрацию на территории России и СНГ. И мы очень много работали с этой картиной. Мы дублировали ее, субтитрировали, рекламировали. И в прошлом феврале мы привезли в Россию исполнительный главный роли Матса Миккельсона. Он приехал в Россию на премьеру. И очень много давал интервью. И, в общем, на самом деле, настолько влюбился в Россию. Хотя это был его не первый визит. То есть он очень тепло относился к нашей стране. И поэтому сразу же согласился приехать. И он настолько проникся гостеприимством нашим российским, что в итоге в октябре снова посетил Москву. Уже приехал на другое мероприятие. И этот фильм был в неконкурсной программе Каннского кинофестиваля. И в 2012 году. Нет, в 2018 году. И тогда мы общались с режиссером фильма. Он же сценарист и продюсер Джо Пэна. Молодой режиссер из Бразилии, как я сказала вначале, перед фильмом. Так что, по сути, этот фильм делался небольшим числом людей. Но от этого не стал каким-то таким... Наоборот, мне кажется, что, вот как я сказала, что это «Жемчужина». Это тонкая работа людей, которые... То есть дебютанту удалось получить в картину такого именитого актера. Нам удалось привезти этого именитого актера в Москву. Оказалось, что у него какое-то невероятное число поклонников. Мы даже не ожидали. И первый зал кинотеатра «Октябрь» в Москве на полторы тысячи мест был продан в МАХ. Все билеты. Так что, в общем, мы очень любим эту картину. И для меня, на самом деле, большая радость то, что кино продолжает жить. И что вот сегодня мы с вами говорим о нем здесь, в Анадыре, в этом прекрасном месте. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Дорогие друзья, вопросы? У кого-то созрели, пожалуйста. Левая сторона, третий ряд. Добрый вечер. Хотела бы сначала поблагодарить вас за этот праздник. Это просто быть здесь и находиться очень круто. Новые эмоции, которых не хватает так на чукотке. И мы можем здесь присутствовать и наблюдать. Спасибо большое. И у меня вопрос... Два вопроса. Первый. Где проходили съемки? И второй. Как снимался? Расскажите сцены с медведем. Очень интересное, захватывающее. Фильм очень понравился. Держал весь... Ну, от начала до конца. Спасибо большое. Спасибо за вопросы. Фильм снимался в Исландии. То есть все это на самом деле натурные съемки. Здесь практически нет компьютерной графики. И довольно тяжело актеру было работать. Собственно, сейчас все немножко привыкли, что они работают на фоне зеленого экрана и нужно передавать какие-то эмоции. Этот фильм сделан, был, так скажем, в традиции кинематографа. То есть они действительно были в Исландии, провели там большое количество дней. И все это действительно было в реальных условиях. И сцена с медведем также абсолютно реальная. То есть я помню, знаете, мне было немножко стыдно после того, как я задала этот вопрос режиссеру, когда я говорю, ну и как у вас тут компьютерная графика? Вот сколько вы потратили на создание медведя? Он смеялся и сказал, нет, медведь настоящий. Так что это была медведица. И как раз Мац Миккельсон рассказывал, что это была медведица, у которой недавно родились медвежаты. Поэтому она была особенно агрессивной. И на самом деле с ней мог работать только дрессировщик. И вот эту сцену в пещере, ее снимали несколькими ракурсами. То есть, по сути, актер не соприкасался с медведицей, потому что ему было строго-настрого запрещено вообще как-то приближаться. Вот. Но это действительно настоящая медведица, которая вот в Исландии поучаствовала в съемках фильма. Я хотела бы спросить про актрису, которая все время была ранена. Кто она и ее национальность? Она, по-моему, эскимоска, да? Нет, она... Это молодая актриса из Таиланда. Вот. То есть и язык... Она играет героиню тайского пилота, у которой есть семья. И там, собственно, на тайском языке надписи. Спасибо. Еще вопросы? Правая сторона центра. Большое вам спасибо за прекрасный фильм, но аудитория специфична, и есть такие вопросы. Вопрос первый. Как бы вы сами оценили жанр этого фильма? Экшен? Фэнтези? Просто сага? Или просто сказка? Потому что то, что, в общем-то, показано в фильме, очень-очень далеко от реальной жизни. В реальных условиях человек погибает в такой ситуации. Ну, дай Бог всем здоровья. Максимум через 12 часов. Руки мокрые, есть снег, ну и так далее. То есть, да, это прекрасная сказка, но я так воспринимаю. А как вы воспринимаете? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я бы назвала жанр фильма «Драма о выживании». И вы знаете, понятно, что кино – это всегда определенная условность. Но, как я уже сказала в начале, я выросла сама в Якутии, и мы очень много работали с якутскими кинотеатрами, чтобы там зритель смог увидеть эту картину. И мои коллеги из Якутии, то есть мой коллега, директор кинотеатра местного, позвонил мне и сказал, он говорит, ты знаешь, вот я услышала, что приезжает актер Мас Микельсон, и мне бы очень хотелось сделать подарок для одной девочки из нашего региона, потому что в Якутии действительно произошла история, что зимой девочка вместе с отцом-охотником потерялась в тайге. Их долго не могли найти, и где-то, сейчас не скажу точно, день, там на третий или на пятый сутки, их все-таки нашли, и она стала местной героиней, они выжили, и ей сейчас там, ну она подросток. И Мац действительно записал обращение к ней и сказал, что понятно, что он-то был в более комфортных условиях, что даже несмотря на то, что там было холодно, понятно, что были трейлеры, которых снимали и так далее, а что настоящий героизм там. Поэтому, наверное, может быть, это как-то наивно звучит, но я верю, мне кажется, что это история о силе духа, и о том, что, вы знаете, очень часто мы в каких-то ситуациях сразу задаемся и говорим, что нет, это невозможно. А кино, литература, искусство, в принципе, нас вдохновляет на то, чтобы поверить, чтобы в серьезном современном мире цинизма поверить в то, что возможно. И человеческий дух может преодолевать обстоятельства, которые не поддаются логике. Поэтому, наверное, это драма о выживании, но и при этом это история человеческого духа в непреодолимых обстоятельствах. Ведь давайте вспомним вот этот эпизод, когда ведь герой хотел смолодушничать, он понимал, что ему стало тяжело, он приготовился ее оставить. И в этот же момент он тут же провалился в яму. И это то, о чем нам говорит автор здесь, что они нужны были друг другу для того, чтобы выжить. И, возможно, он не выжил бы в этих обстоятельствах одиночку. И героиня нужна была ему для поддержания морального духа. И здесь, в общем-то, мы уходим вообще в какую-то глубокую историю о том, что женщины с прошедшим всех праздником вдохновляют мужчин на выживание. Так что, в общем, здесь какие-то дополнительные смыслы, о которых, на самом деле, мне очень нравится думать. И не знаю, как я бы поступила, окажись в таких условиях, но надеюсь, что осталось бы человеком. Спасибо, Марье. Много. Спасибо большое. Много вопросов у нас появилось. Давайте начнем левая сторона. Пойдем снизу вверх. Пожалуйста, четвертый ряд. Третий, прошу прощения. Я бы хотела в дополнение к вашим словам сказать о том, что у нас на Чукотке с моим братом была ситуация, когда он пропал 4 января. И 9 января он сам дошел до будки. Он шел с 4 по 9. Поэтому то, что говорит, что человек через 12 часов умер, в январе на Чукотке здесь. Поэтому доля правды в этом нет. Дай Бог всем здоровья и вашему брату. Спасибо. Поднимаемся выше по левой стороне. Центральные ряды. Спасибо. Спасибо вам за этот фильм. Вы мне напомнили, у меня есть тоже знакомые охотники, оленеводы. И они тоже по несколько дней в Пургу. Это еще хуже, чем в Морозе. И есть такие места, где с северной стороны Лаврентия. Они по несколько дней тоже пропадали в Пургу, когда возвращаются с дежурства. И по их рассказам вы напомнили то, что с ними произошло. И это не единичный случай, с кем я разговаривал. И многие, помимо того, что и в Пургу, а есть которые на море лодками целыми спасались. Так что это у нас на Чикотке, это как бы обыденно, среди оленеводов и охотников. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Еще вопросы, комментарии. Правая сторона, первый ряд. Пожалуйста, принесите нам микрофон. Спасибо. Нет, я согласна. Нет, здесь публика очень разная. Я согласна, что кино — это условности, кино — это искусство. Я очень довольна вашим ответом. Мне очень хотелось бы услышать ваше мнение и мнение кого-то, кто захотел бы ответить. Конец. Вот что каждый для себя вынес из концовки. Вот у меня есть свое мнение. Я думаю, что все поняли, что это невозможно было выжить. Однозначно, это условность. Вот в этих условиях однозначно человек бы умер. Однозначно, это психологическая сильная драма. Потому что на самом деле даже осуждать его нельзя было за то, что он бросил бы ее через два часа. Она однозначно умерла бы. Но здесь глубокая психология человечности. Вот меня просто очень интересует. Думаю, господи, до чего же я дожилась вот для своего возраста? От молодых и от взрослых. То действительно, вот, меня очень впечатлил конец. Очень. Это один из самых великих концов кинематографии. Ну, я вот много лет прожила, много фильмов смотрела. И мне очень интересно, ваше мнение, и кто-нибудь из публики, что означает этот конец? Важно или не важно, что они мертвые, или вертолет тут на заднем плане, он действительно прилетел? Вот для меня это не важно. Для меня важно то, что было раньше. Вот, и все остальное меркнет. Не важно, живые они. Вот, правда, не важно. И не важно, прилетел ли этот вертолет действительно за ними. Конец. Что значит конец? Спасибо за этот вопрос. Я, на самом деле, к нему немножечко готовилась. И прежде чем ответить, рассказать свое мнение, мне, на самом деле, интересно узнать мнение зала. И давайте попробуем проголосовать. То есть это открытый финал, да? То есть если с точки зрения жанра. Давайте, прежде чем все выскажутся на тему финала, поднимите руки те, кто считает, что это счастливый финал. Подавляющее большинство. Хорошо, давайте. Неважно, спасли, в смысле, выжили, не выжили и так далее. Я очень рада, на самом деле, потому что мы, что здесь подавляющее большинство ответило, что это счастливый финал. Мы очень много спорили с моими коллегами, потому что, на самом деле, даже в рамках нашей компании, мнения людей, кто посмотрел картину и не раз, разнятся. То есть кто-то считает, что герой умер и их не спасли. Кто-то считает, что они... Ну, то есть он упал без сил и в итоге вертолет прилетел. Если бы я смотрела, не зная ничего об этой картине больше, я бы, наверное, была в числе тех, кто все-таки посчитал, что их спасли, и его удалось в этом вертолете откачать. Что он упал без сил, но он остался еще жив, потому что за такой короткий период... Если немножечко рушить, как бы, как сказать, магию кино, да, поскольку я читала сценарий, прежде чем купила кино, то в сценарии, на самом деле, концовка была чуть более долгой. А поскольку сценарий писал сам же режиссер, то мы можем опираться на сценарий, как на его, собственно, высказывание, на его интенцию, на то, как он видел и понимал концовку. В конце там было более... Как это? Более очевидный финал, то есть вертолет действительно прилетел, и их загрузили в вертолет, и, в общем, начали оказывать медицинскую помощь. То есть получается, что, в принципе, в любом случае финал здесь какой-то счастливый. Наверное, мне кажется, что здорово, что режиссер все-таки решил оставить тот финал, который сейчас, потому что каждый может для себя решить, на самом деле, как он видит, как он к этому относится. И я соглашусь с вами. Ну, то есть вот этот финал я уже пересматриваю неоднократно, и каждый раз это мурашки, каждый раз это волнение, каждый раз это невероятные эмоции. Конечно, это феноменальная игра актера здесь, потому что, по сути, он полтора часа один на один со зрителем, и те эмоции, которые ему удается транслировать, это невероятная работа. Поэтому мне кажется, что все-таки здесь все хорошо, всех спасли, и, наверное, здесь какой-то сказочный в этом плане финал, как вот говорили ранее. Но мне хочется думать, что вот так. Мне хочется верить, что все равно всех спасут. Верить в чудо, верить в сказку – это какое-то мое личное, наверное, здесь убеждение. Если у кого-то есть какие-то мнения по поводу финала, то я буду рада их услышать, потому что это очень интересно. Вот я вижу... Мария, можно? Вот я воспользуюсь тем, потому что у меня микрофон, и что я участвовал во дворе этого фильма для фестиваля. Вот вам, как дистрибьютору, мне кажется, что вот такой вот ход, вот такой финал – это попытка, ну, не заигрывать, а ориентироваться на более широкую аудиторию. И на ту, которая предпочтет хэппи-энд и поверит в то, что вертолет прилетел. И на какую-то аудиторию, которая предпочитает больше так вот додумывать, достраивать, и которая решит, что это мираж, и на самом деле это фильм не такая, ну, не катастрофа, а фильм-трагедия. Вы не считаете, что это намеренный, такой маркетинговый ход, чтобы большую аудиторию охватить и привлечь к фильму? Я думаю, что нет, потому что, в принципе, с точки зрения кассы, бокс-офиса считается, что открытый финал – это очень плохо. Потому что, когда ты работаешь с широкой аудиторией, то лучше, в общем, довольно четко расставлять акценты, да. И если у него в сценарии был явный хэппи-энд, то если бы он ориентировался на широкую аудиторию, он бы сделал его, ну, таким же явным. Здесь все-таки… Вот представьте, молодой парень, депутант из Бразилии, хочет ли он на самом деле там кассовую сборов? Нет. Люди, которые приходят в кино, они приходят в кино ради чего-то более высокого. Это потом уже со временем они становятся более циничными, они уже прошли одно, другое. Но для этого человека, который… Вот это вообще интересная история, потому что мы когда встретились на Каннском кинофестивале, как я сказала, он из Бразилии, и он сказал, «Вы из России!» Я так люблю… У меня было в лице столько однокурсников из России, не знаю почему. Вот. И он вдруг начал мне вот посреди круазет в Каннах читать «Буря мглою небо кроет» с акцентом, но на русском языке. То есть его друзья ему рассказывали о русской культуре и так далее. То есть насколько я могу судить, конечно, мы не знаем там, ну, не хорошо знакомых. Насколько я могу судить, все-таки здесь тентенция была сделать классное кино, рассказать о том, о каких-то невероятных условиях, в которых выживает человек. И я думаю, что вот это сокращение финала все-таки было как раз больше, чтобы приблизиться к искусству, нежели к коммерции. Спасибо. Реплики по поводу этой темы или вопросы. Давайте, да, вот с левой стороны начнем. Левая сторона, центральные ряды. Ну, еще раз хочу поблагодарить и сказать, что вот даже в этом году, в начале года, где-то в январе у нас были случаи, что на Суан-Гуэме терялся снегоход и потом погоды не было и благодаря, ну, несколько дней его искали и уже, как бы, уже отчаялись и все-таки нашли путников. И был, и тут же, через неделю в Рыркайбе тоже оленевод, бригадир, пастух, тоже его где-то и Уфтин, где самые отдаленные места, где невозможно его было найти. Все-таки в Балке его нашли. Но это фильм о том, что надо верить, ну, как бы, мы знаем, где мы живем и надо, как бы, готовиться ко всем поездкам и, ну, как бы, верить в надежду, что найдут и, как бы, благодарю. Спасибо. Вот у нас, не уходите далеко, рядом, ряд ближе буквально. Спасибо. Ну, насчет мнения насчет концовки фильма о том, что выжили и не выжили, мне самое кажется, что это абсолютно не важно, потому что цель героя была дойти, довести девушку до, ну, людей, скажем так, спасти ее, что он и делал и вся суть истории, и главное, его путь, что он преодолевает, как он первое отберется за мотив, причем он решает все-таки оставить, ну, грубо говоря, насиженное место и пойти спасать девушку, и как он преодолевает свое желание там бросить, не бросить, оставить, пойти легким путем, ну, одному там впастись или все-таки поступить там более человечно, и мы в конце видим то, что все его решения, и они в итоге, ну, вознаграждаются тем, что вот он все-таки дошел, и, конечно, убедил людей, получил цель, это было все не зря, и там уже выжил, в итоге не выжил, главное то, что вот он получил свою награду за то, что он вернулся девушке, и пошел дальше, не бросил ее, и среди с этим один вопрос был, когда в момент, когда он оставил девушку, прошел буквально там пять метров и провалился, и только после этого решил такой, наверное, стоит вернуться, да, с ней было лучше, или как, в этот момент он двояки, ну, толкается, то есть, это он почитал как знак свыше, о том, что он поступил плохо и был наказан, или как вы это вот, вы можете, ну, давайте ваше есть мнение по этому моменту, если бы, спасибо. Ну, мне действительно кажется, что это было осознать, что вот он только отошел, и сразу же, там еще, когда он отходит, он видит цветок, который растет, и мне кажется, что это тоже нам говорит о том, что есть надежда, да, то есть, есть невероятные вещи случаются, и дальше он проваливается, и получает, в общем, прямое наказание, то есть, мне кажется, что здесь довольно, как бы, прямолинейная структура, то есть, что, есть действие и противодействие, да, то есть, ну, я это вижу так, то есть, по крайней мере, так понимаю эту картину. Спасибо. Еще вопросы, комментарии. Давайте правая сторона, вот у нас там, в центре зала. Нет, это по художественному сценарию. Куда они направлялись, и почему они не остались возле самолета? Оба эти персонажа, это пилоты. Они пилоты, которые работают в Арктике, и с обоими случилась катастрофа. То есть, просто пилот, который, овергард, мужчина, он, собственно, упал, его вертолет упал раньше, и он ждал спасения на той, ну, там, неподалеку от той базы, где, собственно, произошло крушение. Здесь же, соответственно, второй пилот, женщина, она была ранена, и он понимал, что он не может оставаться с ней на том же месте, потому что ее нужно доставить туда, где могут оказать помощь. Поэтому он пошел ее спасать, в общем-то. Спасибо. Правая сторона, четвертый ряд. Давайте здесь уже вопрос. А, я не видел, да, извините, сейчас мы к вам подойдем, давайте тогда там вопрос, я просто не видел руку, извините. Здравствуйте, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Актер. Актер. Бразилия, да? И вот ест сырую рыбу. Мы-то знаем, галечек, вкусненький, мы тут родились. А у него какое отношение к рыбе потом, после этого? И ел ли он рыбу эту настоящую, сырую? Вы знаете, да, потому что актер по своей национальности, он датчанин. То есть, в общем, у них не так жарко, как в Бразилии. Поэтому, в общем, я думаю, что с рыбой у него все хорошо. Спасибо. Давайте мы зададим последний вопрос в рамках вот такой нашей дискуссии. Потом у нас будет... Ой, извините, а можно я вот уточню, как у вас называется мороженая рыба? Строгреба. Строганина, да? Просто вы сказали какое-то другое слово, поэтому я думала, что можно бить рыбы. Понятно. Давайте мы в зале сейчас зададим последний вопрос, потом у нас будет небольшой такой интерактив интересный, а потом вы сможете продолжить общение с Марией уже в фойе. Давайте последний вопрос. Правая сторона, четвертый ряд. Здравствуйте. Хочу вас тоже поблагодарить за фильм. Фильм потрясающий. Я детишек с собой взяла, у меня вообще трое, вот двое уже подросли, могут смотреть такие фильмы. Старший у меня вообще любитель выживать. Для него это была прям особенная тема, он прям с удовольствием смотрел. И момент такой вот интересный, тоже вот сейчас коснулись, да, вот, Илья, спасибо за вопрос, что это был за знак, да, вот тогда, когда он упал. И вот тот момент, вот на самом деле, вот, ну, именно мне вот чего хотелось, я вот детям тоже говорила, что, ну, смотрите, да, почему он все время говорит, черт, проклятие. Вот, ну, то есть такие все-таки слова, которые, ну, они духовно не возвышают человека. И хотелось в тот момент какого-то обращения вот к Богу, чтобы он что-то вот попросил высших сил какой-то, да, такой вот поддержки духа. Вот, ну, это вот что касается чего не хватило немножко в фильме. А вообще вопрос был такой, что вообще сколько дней снимался этот фильм, и какой был бюджет у него? Вы знаете, точных цифр я не скажу, сейчас просто не вспомню, вот, но снимали действительно в ислайме, то есть туда была экспедиция, и я так понимаю, что это не могло быть меньше, там, 20 дней экспедиции. А по бюджету это достаточно недорогой фильм, то есть он, ну, тоже не скажу, к сожалению, сейчас точных цифр, не вспомню, но здесь самое дорогое все-таки была действительно это экспедиция в Исландию, и, там, гонорар актера, то есть остальное все достаточно, ну, низкобюджетно. То есть конкретных цифр нет, да? Да, ну, если хотите, в принципе, это в интернете, мы где-то в интервью публиковали, то есть это можно посмотреть, то есть это открытая информация, к сожалению, не в голове сейчас нет. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Давайте мы сейчас прервем вопросы из зала, и прежде чем мы переместимся в фойе, Мария, у нас, у нашего фестиваля есть такая традиция интересная. Вы сейчас услышали много вопросов, много мнений, много комментариев, и вы можете вручить подарок автору вопросы или комментарии, или реплики, которые вам наиболее симпатизируют, может быть, как-то понравилось, оказалось интересным. Ну, на самом деле, я бы хотела поблагодарить всех за вопросы, за дискуссию, потому что это действительно важно, когда ты можешь разделить момент с зрителями и поговорить о кино, и обсудить, как вы восприняли, потому что я пришла в конце, мне было важно увидеть, как вы отреагируете на концовку, как будет воспринято кино, это очень важно, и ты понимаешь, по сути, я очень люблю бывать в кинотеатрах, потому что в этот момент ты понимаешь, ради кого ты, в принципе, работаешь, и кто приходит в зал, и что люди хотели бы, наверное, видеть на большом экране. Да, и вопросы были замечательные, но, наверное, я бы выбрала самого молодого нашего апрошанта. Я не знаю твоего имени, но спасибо за вопрос, будь смелее, и не стесняйся задавать вопросы. Спасибо большое, я напоминаю, что у нас в гостях дистрибьютор фильма «Затерянный вольдах» Мария Вогт, и если у вас остались вопросы, наверное, мы еще можем немножечко пообщаться в холле. Спасибо большое, что были с нами этим вечером, я напоминаю, что нам очень важно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, голосуйте, не забывайте голосовать, гран-при фестиваль вручается по результатам, по итогам зрительского голосования. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.